Добрый вечер, в эфире бизнес-новости. Обзор событий в сфере финансов в ближайшие минуты. В селе Геройское Сакского района Крыма началась реконструкция мемориального комплекса Героям Советского Союза. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. Уже демонтирована плита на аллее, вырыта траншея для электрического кабеля, который вмонтируют для создания освещения. Я напомню, что реконструкция в подшефном районе проходит по инициативе губернатора Николая Меркушкина на пожертвования, собранные жителями Самарской области. Работы планируют завершить ко дню России, 12 июня. На автовазе возобновили сборку «Лада Гранта» и второго поколения «Лада Калина». Во время остановки в производствах осуществлялся плановый ремонт и модернизация оборудования. В настоящий момент выпуск данных моделей ведется в трехсменном режиме. Отмечу, согласно статистике, «Гранта» – один из самых продаваемых автомобилей на российском рынке. Его начальная стоимость от 289 тысяч рублей. И даже базовые версии оснащаются водительской подушкой безопасности. «Калина» сходит с конвейера как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Ценовой диапазон – от 330 с половиной тысяч рублей хэтчбэки и от 337 с половиной тысяч универсалы. В стандартную комплектацию «Калина» входит подушка безопасности водителя, электроусилитель руля, центральный замок, воздушный фильтр салона, передние электростеклоподъемники и другие системы безопасности и комфорта. С января этого года все автомобили «Лада Калина» оснащаются модернизированной подвеской, разработанной в соответствии с альянсом «Рено-Ниссан». Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп» объявляет аукцион на оказание услуг по организации проведения международного фестиваля болельщиков FIFA, сообщается на сайте госзакупок. 11-дневное мероприятие на площади Куйбышева с тематическим футбольным парком, наполненным разнообразной спортивной и развлекательной составляющей, ориентированной на различные возрастные и социальные слои населения. Планируется провести с 12 по 22 июня. Даты и время могут быть изменены в пределах срока действия контракта, говорится в конкурсной документации. Фестиваль будет проведен за счет средств бюджета Самарской области и города. Стоимость лота – 20 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик должен будет разработать развернутый сценарий организации проведения мероприятия, предоставить фотоотчет, приобрести или изготовить необходимый инвентарь, элементы оформления, оборудование и реквизита. Также в контракт входит информирование населения о событии. В сумму контракта включена работа профессиональных артистов и творческих коллективов, режиссерско-постановочные группы на высоком профессиональном уровне. Кроме того, подрядчик должен будет обеспечить номера концертно-развлекательной программой, соревнованиями, конкурсами. В контракт включены транспортные услуги, а также подготовка и уборка места проведения фестиваля. Аукцион состоится 28 мая. А теперь известия с фондовых площадок. Сегодня торги на российском рынке проходили без особых скачков на нейтральной территории. Изменения по индексу МВБ чисто символические – 0,13%. Данная динамика обусловлена противоречиво внешним новостным фоном. С одной стороны, на отечественные активы давят ожидания новых санкций после референдума на Украине. При этом положительным драйвером является существенный рост промышленных металлов и нефти. По сорту бренд «Черное золото» прибавляет более 0,4%, несмотря на очередную встречу Ирана и международных посредников, которая начнется уже завтра. Тем временем, по мнению аналитиков, позитивом в среднесрочной перспективе остается высказывание Марио Дранге, сделанное еще на прошлой неделе. О возможности смягчения денежно-кредитной политики уже на следующем заседании Европейского центрального банка в случае роста рисков дефляции, а также продолжения укрепления валюты региона. В уверенной плюсе сегодня кампании потребительского сектора. Внешний фонд для российского рынка остается неспокойным. Геополитика по-прежнему оказывает основное влияние на настроение инвесторов. Расширение санкций против России составляет сейчас основной риск инвестиций в российские активы. Тем не менее, дивидендная доходность многих отечественных компаний сейчас может привлекать долгосрочных инвесторов, что должно оказывать определенную поддержку фондовому рынку. С технической точки зрения, индекс МВВ сейчас находится под двухмесячным сопротивлением у 1380 пунктов, при пробое которого индекс откроется дорог годовым максимумом. Однако, учитывая приличный рост рынка на прошлой неделе, сейчас закономерно увидеть небольшую коррекцию. И в заключении курса валют, установленной Центральным банком России, на завтра доллар 35 рублей 21 копейка, евро 48 рублей 47 копеек. На этом у меня все. Встретимся на телеканале «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова